девочки поздравляйте котюндру с днем рождения иди тебя поздравят зайчик иди поцелуй пойдем к тендре я ловлю соблудить наш покажи ушки вон он один на ручке 2 на ручке хорошо давай высоко сидишь вот это погода давно такой не было всем доброе утро в общем все доброе утро котик в общем сегодня у нас у катюхи у наши день рождения нам сегодня четыре годика исполняется сегодня такая дождливая погода я когда я когда забеременела катей мне вова в москве подарил машину nissan patrol потому что мы уже нигде не помещались и должна была родиться катя и куда-то надо было всех размещать вожу детей всегда я школы какие-то тренировки постоянно разъезды разъезды и он мне подарил он мне подарил nissan patrol была моя самая любимая машина она огромная еще знаете белого цвета он такой красивый красивый был белый цвет с перламутром она у меня была вся утыкана просто детскими креслами сиденьями а потом когда через год родился лаврик у меня даже впереди здесь было кресло у меня лаврик ездил со мной всегда рядышком потому что он самый у нас такой геморройный с самого рождения в общем ему постоянно нужно что-то давать подавать успокаивать в общем он у меня прям было вот у меня правая рука все время на нем было сейчас пока еду в пробке коментарий прочитала к последнему видео кто-то пишет эти все 37 детей которых я насчитал видео это все ваши на 35 меньше ой на 3 на 32 меньше все пятеро да все наши ребята все наши у меня мы снова женаты 18 лет господи а здесь знаете практически невозможно найти подобные машины например вот мерседес джиэль да найти крайне сложно и они знаете где есть в небольшом количестве но они есть на сани айленде это где русские живут там практически все русские живут вот там такие машины еще можно увидеть вот если видите land cruiser или джиэль мерседес это точно наши едут американцы конечно предпочитают более такие знаете беспонтовые что ли машины беспонтовые я имею ввиду когда они покупают машины не для понтов а просто практичная машина и скорее они покупают какой-нибудь фургон если большая семья либо какой-нибудь такой грузовичок пикап и на нем будут ездить но вот такие вот дорогие машины они не берут для нас то русских понты дороже денег так что если на дороге увидите в америке lexus 570 или мерседес джиэль или даже мл это наши едут это сто процентов едут наши американцы такие машины не покупают конечно bmw вот передо мной сейчас едет например x5 x6 честно вам скажу даже не видела ни одна ни одного x6 я даже не видела но зато вижу x7 они только появились здесь здесь они есть ну естественно много американских машин крайслеры спортивные машины очень много вот именно американских машин нового объяснял почему да на них другие кредиты на них другие программы очень удобные поэтому американских машин с навалом ну toyota honda вообще в части этого это считается очень практичная очень такая удобная машина не очень дорогая например а в 4 здесь новый можно купить за 25 тысяч долларов новый нулячий домой домой вот здесь вот езжу на toyota сиене мне очень она нравится для меня это мега практичная удобная машина я все-таки за практичность всегда не за понты поэтому для нас вот 3 ряд сидений здесь он самый удобный в моем патруле в москве он был неудобен для детей у нас там трое старших ездила там мало места для них было им было неудобно коленки там упирались а вот здесь идеально просто но честно говоря я ни одной toyota домой домой я в москве не видела ни одной toyota сиены ни одной видимо не популярны просто они там ну ребята это мега удобная машина для вот такой например семьи как мы это мега удобная машина и еще одноклассник такой машины как toyota сиена мне она очень нравится мы со временем скорее всего на нее поменяем это honda одиссей то же самое примерно только там опции побольше она более такая навороченная очень классная вот honda одиссей прям вот моя мечта лёвка свою айди уничтожил ему дали вот такой протектор мы с масянем одинаковых станишка мы как как гринчи не помпончики мне такие не надо мы как гринчи с тобой они прыгают спустила за эти помпончики гаечка гаечка лиза встала нет лиз пришли со школы и дрыхнут все встают рано не это просто после помпончиком да супер ну ты прям красотка круто да лаврушка круто да слушай как после салона прям не говори мне даже в салон не нужно ходить с помпончиками поспала и пойду поспала с помпонами утром их распустила и все как после салон что ты плед за собой таскаешь а как настоящая американка пока покажешь видосик скажите до ся скучу вам маша сегодня у нас тренер лёвика чтобы лёвку тренировать кроссовки какие тапки кроссовки я просто пришел сел и короче она меня кача начинает сбивать ну ты ж научил правда ты ж так играешь я не знаю что до такого дойдет и я не просто так поздравляю слушай лёв надо постричь выходные ты вообще у нас оброс точно скоро будешь как машка вода там есть лиза встала ты куда идешь на фотосессию полчаса собираетесь давайте уже быстрее что иду пока пока спортсмены да точно пойдем пойдем куда мы идем куда ты меня тащишь сейчас иду лиза вставай идем твой день рождения отмечать это мы идем котик не тащишь я обещаю что я буду учиться купаешься и вы отжимаемся каждый день идёте? да Кате день рождения праздновать мы идем мясо жарить без Кати и без вас каждое утро ты отжимаешься 15 раз пойдем пойдем Лев иди купайся сразу Света Сайгать ешьте ягодку Катя ешьте ягодку иди сядь поешь сядь ягодку тебе купили садись кушай да иду все иду иду корзинка готова пойдем я могу праздновать любой день рождения без никого Вадимир Ильича Ленин например кто-то Катуни я не знаю чьей любое я же праздную не она же празднует Катя вообще скоро спать это очень логично если кто желает прийти ко мне на свой день рождения клиент приходите два одного рода ordsов ты там будешь праздновать илиiesz я еще пока не знаю но короче мы в пятницу будем празднують твой день рождения типа будешь проходить милов не Если ты хочешь праздновать день рождения, приходи к нам на свой день рождения. Мы его в любом случае празднуем. Мы его празднуем в 5 дней. Если тебе надо, приходи к нам на свой день рождения. Игорь, ладно, хорошо. Пока, детки. Это что такое? Это что такое? Прискакала тут. Привет. У тебя какие хвостики красивые. Привет. Вы нечестно ушли. Не отпусти Кати на день рождения без Кати. Дети, дети, дети. Делайте так. А вы пришли сделать это день рождения Кати. Не могу. С Вуди, главное. Ты когда позвонила, мы уже около двери. А я думаю, что ты так радостно сказала. Да, да, сейчас принесем. Нет, а мы даже, я была в Куде. Ой, Маша, они сейчас замерзнут. У меня на двери была. Печенье. О, да, 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 да. Печенье. Это малышариком? Паломка. Обалдеть. И пелемешек наварили. Вот это подготовочка. Пелемешку, пелемешку. Мяска он хочет. Мяска? Сейчас дадим, сейчас порежем, дадим. Ну, я думаю, что он, наверное, ну, сейчас я свое только ему дам тогда. А твое более дожаренное, давай твое, мое красненькое. Да, завтра подарим. Потому что сегодня... Что, Котик? Завтра, да, Катюша? Мама, садись. А, не, на маму не надо садиться. Мама, я хочу... Не, а ты дома на маме сидишь. О, тяжелый. Папа, как это на очки, на очки. С мамой не прокатилась, с папой сейчас прокатит, да, Катюша? Мм, ты вешаешься, хуже. Маш, изучи вот эту инструкцию по завтрашнему дню. Завтра мы с тобой едем. У Машки завтра фотосессия. Большая, глобальная какая-то фотосессия. Ну, куда ты лезешь? На, мамяка, на. А ты не пожевал? На. Он на колени просит, а не мяско он просит, он на колени просит. Нет, он будет жевать его очень долго. Ты поменьше делай. Ну, я большой, да. Прятки, прятки, да. Ты спрятался, и я не... Хайденсик. Давай заново считай, давай заново считай. Считай заново. Заново считай, Толстожок. Да. Что сказал? Точно. Да. Не будет. По-русски и так не разговаривать. Вот кто не будет по-русски разговаривать, так это Лаврик. Сейчас, через два года, отдаем его в школу, и все, капец, русскому языку. Да, да. У нас старшие хотя бы успели и писать, и читать по-русски, а эти-то все, капец. Лёва, уже все, да? Теряет? Сложно, да. Теряет почерк, да, российский, уже не пишено русском. Нет, мы вчера делали математику, и он вчера говорит, что, типа, я не знаю, как это по-русски сказать, но это вот так. Это как мы на уроках по аэродинамике, когда я понимаю, что терминология вот такая, я говорю, вот, это вот так звучит, там, превышение аэродрома. Я не знаю, как это по-русски будет, хотя, как бы... Даже у тебя уже, представляешь, ты во сколько лет переехала? А представляешь, когда вот Лёва переехал, ему было там, сколько, 11, да? Да, ему будет сложно пройти. Да, он уже теряет, да, вот этот язык. А этому нужно нанимать русского репетитора. И то, он сколько учился в школе, до четвертого класса, то есть 4 года он не учился. Сначала перерываешь, что плохо, как даст английский, а потом понимаешь, что он забудет русский, и хотелось бы, чтобы он разговаривал как минимум на двух языках, как минимум. Разговаривать-то будет, он потеряет чтение и письмо, получается. А разговаривать он будет, конечно, куда он денется, дома там разговариваем на русском? Ну, разговариваем, да, но все равно им сложно. А вот с малышами будет гораздо сложнее. Уже там понадобятся репетиторы, да. Ну, как делают те, кто перевозят детей маленькими совсем? Они нанимают, не нанимают даже, а воскресные школы отвозят детей, когда русские воскресные школы, и там детей учат читать, писать. И еще надо добавить испанский, все. Ну, во Флориде, да. Везде? В Флориде без испан... Нет, только во Флориде. Во Флориде и в Калифорнии, наверное, еще. Это один из самых популярных языков испанских. То есть это, по-моему, занимает... Если у вас третье место, по-моему, вообще по популярности. Так, детки, домой. Домой. Все, Катюхин день рождения отпразднован. Неправильное заявление. Так, мое мясо едет домой. Не доедено. Все, Катюха, мы твой день рождения отпраздновали. Ура! Все, подарки с утра. С утра мы подарим вам подарочки. На ручки, все на ручки. Что это? Это мама уронила? Давай, конечно, давай. Это мое. Возьми, папа. Тихо, пиши, пиши. На ручки не берут тебя. Сейчас Маша попросится на ручки еще. Собирает белый пакет. Я к нему должна прикасаться. Чего ты жалуешься, звезда моя? Она голосовая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok